Традиционно в главный осенний праздник для христиан, в покров Пресвятой Богородицы, прихожане Анапского храма Серафима Саровского совершают велосипедный крестный ход к останкам 464-й стационарной батареи, защищавший город от врага в 1942-м в селе Витязева. Это 12-й крестный ход на месте гибели моряков-артиллеристов. От храма до села путь не близкий, на велосипедах час езды, если ехать без остановки. Такое расстояние никого не смутило. В колонне двигались все, как говорится, от мала до велика. Стефан Архипов участвует в крестном ходе уже не первый год. Легко ехать, потому что это праздник солнечный, веселый. Очень легко ехать на праздник. Порядка 150 человек, наверное, точно есть. Участвует у нас православная школа преображения, прихожане православных храмов, дружина юных православных разведчиков, скауты под руководством Юрия Анатольевича Никифорова. Казачья дружина здесь представлена. В августе 1942-го Анапу от фашистов защищали 150 моряков-артиллеристов под командованием лейтенанта Ивана Белохвостова. Была поставлена задача задержать наступление противника, насколько это возможно. Стояли в буквальном смысле слова насмерть. Удалось уничтожить 900 гитлеровцев, а вот жизнь свою сохранить нет. Мы здесь с вами не случайно. Мы на месте, на земле, которая обогрена, пропитана кровью наших защитников, наших предков, наших отцов и дедов. И поэтому здесь должно быть особое благоговение, тем более у человека православного. Я призываю вас к этому благоговению. На месте гибели русских воинов был совершен памятный молебен. Ребята из православной школы преображения посвятили свои стихи Богородице. По мнению верующих, дата Рождества Пресназивы Марии совпадает с датой освобождения Анапы. Это своего рода Богородничий покров над городом-курортом. Твоя молитва Русь хранит от века, и ею наша Родина сильна. С твоим покровом чувства человека в творениях раскрываются сполна. Далее колонна двинулась к часовне Серафима Саровского, расположенной на территории детской здравницы «Жемчужина России», чтобы принять участие в молебне в честь великого праздника – покрова. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-регион.